Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на сегодняшнем вебинаре. Темы вебинара вы видите на экране. Поговорим мы сегодня о том, что делать, если предприятие либо потеряло право на применение упрощенной системы, либо добровольно решила сменить систему налогообложения. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. На экране вы видите наши контакты, то есть электронная почта, телефоны, адрес сайта и, соответственно, как с нами можно связаться в Телеграм. Здесь вы видите адрес именно по конфигурации ERP, ну и, соответственно, Телеграм-чат, которым вы можете воспользоваться для того, чтобы задать какие-то конкретные вопросы по вашей ситуации или по тому, что вас интересует. Мы будем очень рады, если вы какие-то обозначите свои потребности, свои вопросы. Любым способом для вас удобным. В этом случае мы сможем дать более развернутый ответ, поскольку, соответственно, не будет ограничений по времени раз, и мы можем более предметно ответить именно касательно вашей ситуации. Вы видите адрес сайта, то есть если по какой-то причине вы не смогли досмотреть нашу встречу до конца или время вам оказалось неудобным, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров, и на сайте вы можете посмотреть, кроме вебинаров, еще и информационные материалы и достаточно много всякой другой информации, кроме записи вебинаров. Итак, наша с вами программа на сегодня это то, что вы видите на экране, то есть мы проговорим законодательные изменения, переходный период, когда вы переходите с упрощенного режима на общую систему налогообложения, поговорим про опасные, сказать, моменты, которые связаны с переходом на общую систему налогообложения, как это требуется оформить и чем грозит, если, например, вы не подали заявление о утрате права на применение упрощенки, и, соответственно, как подстелить соломку в наиболее сложных случаях. И поговорим про настройки, которые необходимо будет сделать на примере конфигурации 1С ERP. Наша с вами сегодняшняя встреча будет строиться таким образом, то есть законодательная информация будет показана на слайдах, и попутно мы с вами будем переключаться в демо-базу по ERP, и на демо-базе, так сказать, ручками уже трогать и смотреть, какие требуются изменения. Ну, то есть на примере уже посмотрим, что можно сделать и что нужно сделать в таком случае. Итак, сначала поговорим про то, как можно слететь с упрощенки. То есть слететь с упрощенки – это, как в народе называют, потерю права на применение упрощенной системы налогообложения. Потерять право на применение упрощенки можно несколькими способами. Ну, то есть, во-первых, это можно превысить какие-то контрольные показатели. Стоимость основных средств до 150 миллионов. Этот лимит сохраняется у нас и на 2022 год, и на 2023 год. Средняя численность работников – 130 человек. И лимит доходов. То есть лимит доходов у нас на 2022-2023 год установлен 200 миллионов рублей с учетом суммы переиндексации. И, соответственно, здесь вот нужно сказать про переходный период. Про переходный период – это значит, что мы можем превысить численность, например, может быть не 130 человек, а 135, прошу прощения. Предел доходов может быть не 200 миллионов, а с учетом индексации, например, на 2023 год – это будет 251,4 миллиона рублей. И на переходный период, который у нас в 2022 году присутствовал, мы при превышении этих показателей не теряем право на упрощенную систему, то есть не теряем право на применение спецрежима. Но взносы, точнее, тарифы взносов на этот период будут повышены. То есть вместо 6% будет 8% и вместо 15% будет 20%. То есть на момент, когда мы достигли порога, то есть лимитов, мы платим обычную ставку 6 и 15%. А с момента превышения до контрольных показателей мы будем платить повышенный тариф. То есть в этом случае придется перерассчитывать, собственно говоря, сами налоги. Кроме того, что мы можем потерять право на упрощенку при превышении лимитов, отказаться от упрощенки можно и в добровольном порядке. То есть перейти с упрощенки на общий режим, например, сменив вид деятельности. То есть, например, можем начать торговать под акцизными товарами, можем открыть филиал. То есть, если вы помните, при упрощенке предприятия, которые имеют филиалы, упрощенку применять уже не могут. Ну и, соответственно, если повышается доля участников юрлиц в уставном капитале, то есть если эта доля превышает 25%. Ну, либо если мы заключили договор простого товарищества или доверить на управление имуществом. В этом случае, то есть и в случае превышения лимитов, и в случае изменения, то есть добровольного отказа от упрощенки, необходимо провести ряд административных действий. То есть необходимо уведомить налоговую инспекцию о том, что мы перестали применять упрощенную систему налогообложения и, соответственно, указать по какой причине, потому что в этом случае бланки уведомлений будут использоваться разные. Что будет, если такие действия не будут произведены? Ну, самый основной момент, что штраф за неподачу уведомления не предусмотрен. К сожалению, это положение очень многих расхолаживает, и типа, ну, не подали, не подали, и что теперь будет, не страшно, не накажут. Но при отсутствии уведомления в налоговые органы, налоговики будут считать, что вы остались на применении спецрежима, и, соответственно, будут ожидать от вас подачу и уплату, соответственно, авансов по УСН и, соответственно, по окончании года декларацию. А если этих документов не поступит, то, соответственно, будет доначислен налог по упрощенке. Ну, естественно, с пенями и со штрафами. Нужно сказать, что вот в такой ситуации существует очень неоднозначная арбитражная практика. То есть есть решения арбитражных судов как поддерживающие налогоплательщика, так и, наоборот, в пользу налоговых органов. То есть смысл этих решений в том, что если отсутствует уведомление о прекращении работы на спецрежиме, но предприятие выполняет все ритуальные, если можно так сказать, условия, то есть подает декларацию по прибыли, по НДС, ну, то есть ведет документацию, которая положена при общем режиме, то есть решение арбитражных судов о том, что неподача уведомления не является наказуемым действием и, соответственно, пересчитывает налоги, поскольку все-таки федеральные налоги начисляются, НДС и прибыль, и в этом случае как бы не начисляется налог на УСН. Но есть и противоположная арбитражная практика, когда суды поддерживают решение налоговых органов о доначислении налога на упрощенный режим, и, соответственно, получается вилка, когда предприятие уплатило все налоги, которые необходимы по общей системе, по ОСНО, то есть НДС, прибыль, но налоговые органы выставляют дополнительно начисленные налоги по упрощенке, ну, естественно, с пенями, штрафами, со всем последующим шлейфом административных действий, то есть с блокировкой счетов и так далее. Поэтому в этом отношении лучше подстелить, конечно, соломки и уведомить, как положено, о том, что у вас изменилась система налогообложения. То есть, во-первых, нужно рассчитать налоги, которые будут касаться упрощенной, времени, когда вы работали с упрощенной системой и с теми, которые меняются при основе. Правила, по которым это следует сделать, достаточно четко и давно прописаны в налоговом кодексе. В этом случае правила, которые прописаны в налоговом кодексе, идентичны тем, которые применяются для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных ИП. В этом случае штрафы и пени за неуплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором вы перешли на основу, платить не придется. То есть, если, например, в третьем квартале, ну, предположим, в октябре, вы обнаружили, что у вас, например, стоимость основных средств превышает 150 тысяч, то, соответственно, вы должны сдать отчетность. Считается, что вы перешли на общую систему налогообложения с начала того квартала, в котором вы превысили какие-то показатели. И, соответственно, вы подаете необходимые отчеты за прошлый период. То есть, например, за октябрь, если вы это в ноябре обнаружили, или с той даты, когда вы потеряли право на упрощенку и начался квартал. Но кроме таких очевидных моментов, как пересчет налогов и так далее, необходимо предпринять еще некоторые такие действия. То есть, вы должны определить величину дебиторской задолженности, потому что, когда вы применяли упрощенку, у вас был кассовый метод, а при основной системе налогообложения у вас будет метод начисления. То есть, в этом случае дебиторская задолженность и методы ее начисления, соответственно, дохода с этого будут отличаться. Ну, естественно, такой же подход требуется и при начислении кредиторской задолженности. То есть, это долги по налогам, по зарплатам работников и долги перед поставщиками. Очень важно правильно определить кредиторскую задолженность и остаточную стоимость имущества. Обратите внимание, именно остаточную стоимость имущества, потому что с момента применения, обязательного применения новых в СБУ 6 и 26, здесь требуется, ну, как бы определен другой алгоритм определения остаточной стоимости. То есть, если компания работала на упрощенке и реализует какие-то свои активы, права и товары, то в этом случае, естественно, НДС не начисляется и цены, по которым происходила такая реализация, не включают НДС. Если происходит приобретение каких-то ТМЦ, то в этом случае стоимость ТМЦ складывается из самой стоимости материалов и НДС, которые при упрощенке включаются в стоимость товаров. Но если мы потеряли право на применение упрощенки, то, соответственно, у нас НДС должен выделяться отдельно и, соответственно, мы в последующем можем взять его в возмещение, поскольку мы автоматом стали плательщиками НДС и, соответственно, обязаны выполнять все правила, которые действуют в этом случае по расчету и по уплате, соответственно, НДС в бюджет. Это достаточно интересный момент и бывает достаточно сложно определить, каким образом, что, так сказать, осталось во вчерашнем дне, а что уже требуется сделать сегодня. Если мы потеряли право на ОСН, при этом не зависит от какой причины, то есть в связи с превышением лимита или добровольно, мы должны подать налоговую инспекцию, если это было превышение лимитов, то сообщение об утрате права на ОСН, обратите внимание, что это унифицированная форма 26.2-2. Если мы добровольно приняли решение об отказе от упрощенки, то это будет форма 26.2-3. Если у нас прекратилась деятельность, для которой была предусмотрена упрощенка, то есть мы начали, например, торговать под акцизными товарами, то в этом случае применяется уже другая форма. Форма 26.2-8. Ну и, естественно, при переходе на другую систему налогообложения необходимо предусмотреть изменения в локальных нормативных актах. В первую очередь это изменения в учетной политике. Хочу напомнить, что если нам требуется изменить учетную политику на 2023 год, то приказ и само положение об учетной политике, приказ о применении новой учетной политики мы должны датировать декабрем 2022 года. И, соответственно, если мы вдруг датируем новую учетную политику и приказ о ее применении, например, первым января, то такая учетная политика будет применяться начиная с 2024 года. То есть, соответственно, в этом случае предприятие, так сказать, нарвется на то, что оно работает без учетной политики, что является грубым нарушением. Ну и, соответственно, налоговиков в этом случае появляется достаточно много оснований пересчета налогов, ну и, собственно, всех взносов уже, так сказать, с учетом своей пользы, а не пользы для организации. И вот тут мы подходим к тому, что мы должны изменить в настройках и как это отличается в разных конфигурациях 1С. Мы с вами будем рассматривать это на примере ERP. И здесь очень важно понимать вот какой момент. В ERP учетная политика создается как отдельный документ, который можно применить для разных организаций. То есть, если у нас, например, есть фирмы А, Б, С, и фирмы А и Б у нас переходят на новый режим налогообложения, то есть на общую систему, мы можем выбрать один документ и для одной организации, и для второй. Например, в конфигурации бухгалтерия такой функции нет, и там для каждого юридического лица мы создаем индивидуальную учетную политику. Теперь мы с вами... Сейчас я покажу сначала слайд, а потом мы перейдем к демо-базе и посмотрим, как это сделать уже ручками. То есть вот у нас учетная политика организации и, соответственно, пункты, которые мы должны просмотреть и изменить уже в соответствии с нынешними реалиями. Мы с вами сейчас переходим в демо-базу по ЕРПИ, и я хочу сразу остановиться на двух важных моментах. В этом году у нас было очень много изменений, то есть год для бухгалтеров был стрессовый, если сказать политкорректно. И, соответственно, были применены и новые формы отчетности, то есть новая форма регламентных отчетов, и были введены новые ФСБУ, которые изменили требования, допустим, к основным средствам и к прослеживаемым товарам, и были новые ФСБУ по аренде. Видите, сейчас вот в добровольном формате можно перейти на новые ФСБУ по нематериальным активам, которые со следующего года будут уже для всех обязательны. То есть изменений было много, и поэтому нужно обратить внимание на то, какой релиз программы у вас установлен. Посмотреть релиз, который сейчас вы используете, можно в верхней панели меню, вот такая пиктограммка, и здесь вот у нас есть ссылочка, вот такая пиктограммка и в кружочке, это значит информационные материалы, ссылка на информационные материалы, и мы можем посмотреть, здесь вот мы видим, какая у нас платформа установлена, и вот здесь мы видим с вами релиз конфигурации. Обратите внимание, у меня не самый новый релиз, можно сказать, что он даже достаточно старый, потому что нам нужно будет посмотреть и то, что использовалось до последних изменений. Ну и, соответственно, я немножко акцентирую на том, какие изменения у нас произошли. Потому что сейчас уже используется релиз и 2.5.9, и 2.5.10, то есть в этих конфигурациях очень много изменений, которые будут применяться со следующего года, то есть вы знаете, что со следующего года у нас происходит объединение фондов, будет вместо пенсионки и соцстраха единый фонд и применение ЕНП, то есть единый налоговый платеж. Ну это самые, так сказать, знаковые изменения. И, соответственно, если вы видите, что у вас релиз как бы не сильно новенький, то нужно до того, как пойдет, скажем так, финишная гонка по составлению годовой отчетности и закрытию года, нужно будет своевременно его обновить, посмотреть, ну то есть чтобы успеть адаптироваться и подумать, что нужно изменить, а что, ну как бы, не актуально для вашего предприятия. И еще на что хочу обратить ваше внимание, что если у вас конфигурация не изменялась, то есть вы не делали каких-то доработок, вы не делали каких-нибудь изменений, не вносили в конфигурацию, то вся компания 1С не занимается выпуском дисков ETS, не распространяет их, и все обновления можно сделать по вашей регистрационной карте через интернет, то есть самостоятельно. Ну, естественно, если вносились какие-то изменения, то самостоятельно уже может не получиться, и поэтому лучше используйте возможность работы профессионалов, то есть фирмы, франчайзи, которые сопровождают вашу программу. Можно обратиться к ней с просьбой корректно установить обновление, обновить вашу конфигурацию. Итак, что нам нужно сделать для того, чтобы мы могли внести изменения в учетную политику? Находятся они у нас в разделе инсы и администрирования, то есть научно, ой, извините, нормативно-справочная информация и администрирование. При переходе в этот блок у нас появляется несколько столбцов, и, соответственно, если у вас несколько организаций, то они будут располагаться вот в этом разделе организации. Ну, если организация одна, если юрлицо одна, то, соответственно, у вас будет не список, а одно юрлицо. Задается возможность мультифирменного учета в первоначальных настройках, но мы будем исходить из того, что у нас несколько юридических лиц, то есть идется мультифирменный учет, и вот при переходе через подпункт организации я попадаю в список своих юридических лиц. Ну, вот откроем Андромеда Плюс, на самом деле любое юрлицо из данного списка, сейчас пока оно открывается, значит, соответственно, кроме регистрационных данных у нас там есть возможность проверить и учетную политику по бухгалтерскому, управленческому, налоговому учету, кадровому учету по отражению зарплаты и так далее. Вот у нас наконец-то открылось это делалоговое окно, и вот обратите внимание, я сейчас говорила про вот эти вот закладочки. То есть здесь у нас общая информация по регистрации, здесь хочу обратить внимание, бывают у нас вопросы, задавали префикс, что это такое. То есть если вы используете несколько юрлиц для того, чтобы нумерация документов внутри программы велась независимо по каждому юридическому лицу, то мы устанавливаем префикс. Он может быть на самом деле любой. Видеть вы его будете только в самой программе, то есть в журналах документов и так далее. При выводе на печать префикс не отражается, то есть в печатных формах вы будете видеть только числовое значение. Исключение это, пожалуй, счета фактуры на аванс, если вы установили первоначальные настройки, что использовать именно буквенное обозначение на аванс. Еще хочу обратить внимание вот на эту пиктограммку. То есть это пиктограмма, которая позволяет по ИНН заполнить все основные регистрационные данные, которые содержатся на данный момент в официальных регистрационных данных. То есть по ИНН заполняются все ваши сведения по КВЭДу, по КПУ, ГРЭ. В общем, короче, все регистрационные сведения, которые касаются вашего предприятия. И если, например, вы, ну, например, только что перешли в другую налоговую инспекцию, а у вас этих документов еще не поступило в открытый доступ, то вот по ссылочке «Изменить» вы можете изменить ваши данные по налоговой инспекции, в которой вы состоите на учете. Ну, либо если вы открыли, например, обособленное подразделение, здесь можно ввести сведения по всем налоговым инспекциям, в которые вы должны будете отчитаться по вашим обособкам. Сейчас я подвину. Так, значит, мы ввели сведения, допустим, регистрационные, и вот эта вот возможность использовать вот эту функцию есть у всех подписчиков ИТС, только есть небольшая разница. Для подписчиков профверсии вы можете использовать эту функцию бесплатно. Это сервисная функция проверка контрагента. Если вы подписчик ИТС Техно, то вам эта функция доступна за дополнительную плату. Дополнительная плата небольшая, это порядка 4,5 тысяч на год, то есть в разбивке по месяц, по месячным получается вполне себе дружественная сумма. Но это дает возможность заполнить, заполнять, ну, во-первых, экономить время на заполнении сведения, во-вторых, при этом заполняются не только основные регистрационные сведения, но и, соответственно, заполняются ответственные лица, то есть, например, генеральные директора, или просто директора, или главбухи, ну, то есть те сведения, которые при регистрации были добавлены. И, соответственно, на закладочке адреса, телефон и так далее, здесь это все заполняется автоматом. И регистрационные данные, которые касаются фондов, классификаторов, ну, и так далее. И здесь еще также есть возможность настроить документы оборот с государственными органами. Вот это очень удобная функция, обратите на нее внимание, потому что сейчас ЭДО, электронный документ оборот, набирает популярность и, собственно говоря, экономит время. И вот мы добираемся до закладочки «Учетная политика». Обратите внимание, вот такой вот интерфейс у нас присутствует с версии, с релиза 2.5.7, если я не ошибаюсь, то есть 2.5.4 и версия 2.5.6 и так далее, то есть до сих пор версии. Интерфейс, который на закладочке «Учетная политика», выглядел немножко по-другому. Соответственно, функционал практически сохранен один в один, но компоновка, так сказать, немножечко другая. То есть первым самым пунктом у нас идет настройка системы налогообложения. Вот здесь по ссылке «Изменить» мы заходим и вводим сведения, которые, ну, допустим, вот если мы потеряли право на применение упрощенки, то мы ставим, ну, например, я поставлю ноябрь, нет, октябрь, поскольку мы сначала периода меняем. Ну, то есть, соответственно, программа спросит, вы уверены, вы в своем имени отвечаете? Да, естественно. А вот, ну, я пока отвечу «нет», чтобы мы могли посмотреть. Соответственно, здесь можно проверить историю, то есть историю применения нашей упрощенной, нашей учетной политики и какая из какого момента действует. Обратите внимание, что если у вас система налогообложения не поменялась, то есть вы в прошлом году использовали общий режим и в следующем предполагаете же его использовать, то в этом случае писать приказ о новой учетной политике вам не нужно. То есть она будет считаться действующей, то есть переходящей действующей. Ну, естественно, если мы были на упрощенной системе, то переходим мы на общую и здесь проставляем нужные флажки. Ну, вот, обратите внимание, что, естественно, ЕНВД у нас уже отменено достаточно давно, поэтому, конечно, мы тут флажок ставить не будем. Но если вдруг вы экзотическое предприятие, добываете полезные скопаемые, там, углеводородные, углеводородное сырье, то ставите, что вот здесь вот флажок. И обратите внимание на последнее окошечко – единый налоговый платеж. То есть, на самом деле, со следующего года он будет обязательным для всех. Но есть маленькие лазейки, то есть могут быть предприятия или ИП, которые не будут применять единый налоговый платеж. В этом случае, если вы относитесь к таким счастливчикам, вы должны проставить вот здесь вот флажок. Еще хочу обратить ваше внимание вот на такую пиктограмму, то есть ссылочка в виде вопросительного знака. Это контекстная справка касательно конкретного вот пункта. Очень удобная фишка, особенно, когда это дело касается учетной политики. Сейчас мы посмотрим и увидим, где она используется. Так, нет, мы не будем изменить данные. То есть, после того, как мы настроили изменение системы налогообложения, то, соответственно, мы переходим дальше и проверяем. То есть, если у нас сменилась система налогообложения, то, естественно, у нас должны измениться и правила финансового учета для бухгалтерского и налогового учета. Ну и нужно подумать, стоит ли вам какие-то изменения в управленческую отчетность, то есть в управленческие правила отражения вашей финансовой жизни. Итак, сначала мы посмотрим финансовый учет. По кнопочке «Изменить» мы переходим в этот раздел и проверяем. То есть, естественно, здесь ставим число, с которого мы вывалились из упрощенки и проверяем метод стоимостной оценки. Это касается и товаров, и выпуска продукции. Обратите внимание, что для товаров у нас предусмотрено в учетной политике только два варианта. То есть, средняя за месяц. Обратите внимание, не средняя взвешенная, а именно просто средняя и FIFA. То есть, first in, first out. А при оценке продукции мы можем выбирать либо по фактической стоимости, либо по плановой стоимости. Ну, чаще всего производственные предприятия выбирают по плановой стоимости, потому что в этом случае можно зафиксировать какие-то контрольные показатели и уже потом сравнивать, удержались вы в этих рамках или нет. Если у вас производственное предприятие, то, естественно, вам нужно проверить, есть ли у вас длительные циклы производства. И в этом случае вот здесь вы укажете количество месяцев, которые в цикле. Потому что это может быть и полгода, и год, и полтора года. Ну, то есть в зависимости от вашей специфики. И вот этот вот флажок, тоже обратите на него внимание. При формировании новой учетной политики деление на краткосрочные и долгосрочные обязательства лучше всего проставить здесь флажок «Чекбокс». Ну, то есть в этом случае у вас в балансе сведения по задолженностям будут отображаться в разных строках. Ну, и, соответственно, вы сможете контролировать, когда у вас задолженность из краткосрочной перешла в долгосрочную, просроченную и так далее. То есть когда вы можете, не просто можете, а еще и обязаны, допустим, произвести списание дебиторки или кредиторки. Ну, то есть это, в свою очередь, повлияет на налоги, налог на прибыль. Дальше. В управленческом учете внеоборотные активы, именно управленческие, обратите внимание. То есть по стандартам МСФО или по ПБУ 6.01.14. 2007. То есть 14 – это у нас нематериальные активы. Если у вас есть сомнения, мы вот переходим по контекстной ссылке и вот смотрим, что же это такое. То есть если вы помните, по ПБУ 6 у нас амортизация начислялась со следующего месяца, а по МСФО она начисляется с текущего месяца. То есть месяца ввода в эксплуатацию. Здесь сведения про НЕОКР. Тоже обратите внимание, потому что по НЕОКР у нас есть новое ФСБУ 14, которое в обязательном порядке будет действовать со следующего года. Но в добровольном порядке можете с этого года использовать. И учет аренды. То есть это тоже новое ФСБУ. Если у вас есть аренда, то есть вы, например, сдаете в аренду какие-то офисные помещения либо производственные мощности, то вам нужно будет проставить здесь флажок. И по поводу дисконтирования кредиторской задолженности поставщикам. И вот тут вот, обратите внимание, у нас есть еще снизу ссылочка «Вид цены ТМЦ в эксплуатации». В этом случае мы можем выбирать, по каким ценам мы будем использовать, например, какие цены будем использовать, например, при учете какого-то дорогостоящего инвентаря, оборудования. Ну, то есть, что нам важно. После того, как мы разобрались с финансовым учетом, мы переходим к бухгалтерскому учету. И вот здесь вот у нас уже, во-первых, гораздо больше выбора, во-вторых, мы должны будем очень внимательно подумать, что нужно. Потому что если, например, вы в течение 22-го года применяли упрощенку, то при переходе на общий режим у вас изменится достаточно много. Первое, что вам нужно проверить, попадаете ли вы под применение ПБУ-18. То есть, кошмар бухгалтера. Ну, если вы относитесь к малым предприятиям, то вы спокойно ставите, что это не ведется. По ссылочке проверяем. Да, то есть, если мы малое предприятие, то мы можем не применять ПБУ-18. Но обратите внимание, что слова, если мы малое предпринимательство, на данный момент как бы являются не просто словосочетанием, а вам нужно проверить. Даже если вы по всем критериям попадаете под малое предпринимательство, то вам нужно проверить, внесено ли ваше предприятие в реестр МСП, то есть реестр малого и среднего предпринимательства. Этот реестр находится в открытом доступе, и если ваше предприятие там есть, то все хорошо, все в шоколаде. Если ваша организация туда не внесена, то нужно, соответственно, предпринять действия для того, чтобы эту ситуацию исправить. Потому что бывают случаи, когда налоговые органы становятся в позу и говорят, ну и что, что у вас там 3 человека и оборот 100 тысяч в год. Вас нет в реестре, значит, вы не относитесь к малому предпринимательству. То есть на это тоже нужно обратить внимание. Ну и если вам все-таки не так повезло, и вы не малое предприятие, а солидная организация, то в этом случае вам нужно выбрать, каким методом вы будете пользоваться. Ну, скажем так, у нас достаточно новый – это балансовый метод, и он может быть и с отражением постоянных и временных разниц, и просто балансовый метод. Но затратный метод – это достаточно давнишний, то есть это не новый метод. Ну вот вы можете посмотреть, чем они, например, отличаются. То есть просто контекстную ссылку посмотреть. И есть вот такая ссылочка, в чем разница. То есть это переход на информационно-юридический ресурс. Сейчас передвинем немножечко наше окошко. То есть видите, это сайт Бухру. Но на самом деле ждать, пока он откроется, мы не будем. Мы вернемся обратно сюда. Ну, то есть посмотреть, в чем разница между перечисленными тремя методами. Вы можете на официальном юридическом сайте или каком-то другом ресурсе и уже осознанно ткнуть птичку туда, где вам показалось более приемлемо для вашей ситуации. Теперь нужно посмотреть про основные средства. То есть видите, здесь уже идет применение ФСБУ-6. Поскольку оно в настоящее время обязательно мы ставим здесь флажок, появляются дополнительные поля, которые надо просмотреть и заполнить. То же самое по НИОКРУ. Это ФСБУ-14. Ну, вот ставим флажок. И в этом случае здесь уже нужно указывать более подробную информацию. Так, флажок мы снимем пока. И запасы. То есть запасы – это наше ФСБУ-5-2019. Если помните, тоже достаточно революционное ФСБУ, которое у нас стало обязательным к применению с прошлого года. До этого его могли применять добровольно. Но там достаточно много и новых понятий, новой терминологии, и изменены правила отнесения, то есть что относится к запасам. Ну и, соответственно, в этом случае нужно проставить здесь флажочки. Обычно вызывают вопросы – это ведение дополнительного учета ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах и сборка товаров через 20-й счет. То есть если, например, вы приобретаете товары, которые потом собираете, и это приравнивается в вашем случае ведения бизнеса как производство. То есть, например, вы собираете компьютер из отдельных запчастей. То есть материнская плата, процессор, видеокарты и так далее. И в итоге получаете какой-то новый вид товара. И здесь же по ссылочке, обратите на нее тоже внимание, для номенклатуры настраиваются счета учета для списания ТМЦ. Еще один момент – это расчеты. То есть если вы проводите взаимозачет за должность через 76-й счет, то есть не просто, например, у вас по одному и тому же контрагенту есть договор, например, что он вам дал взаймы, и договор, что вы ему продали там космическую станцию. То есть если это вы проводите не через 60-й счет, а через 76-й. И формирование резервов. То есть резервы, я уже говорила, нужно было обратить внимание, вот предыдущие настройки, краткосрочные, долгосрочные. И, соответственно, в этом случае у вас возникают какие-то долги. И вы ставите формировать резервы по сомнительным долгам. В этом случае у вас появляется возможность использовать списание, например, более равномерно. То есть вы начисляете резервы, например, с периодичностью раз в месяц. Заработная плата. То есть если вы планируете ввести ее в ERP, то ставите флажочек. Потому что достаточно распространенная ситуация, что несмотря на то, что ERP содержит полностью практически идентичный блок учета зарплаты, как в ZOOP, по какой-то причине этот блок может не использоваться. Например, у вас предыдущий учет ввелся в программе ZOOP, и там какая-то, например, информация про прошлые периоды, и вам ее не хочется переносить заново или не хочется терять, то в этом случае вы здесь можете не ставить флажочек, а использовать просто обмен данными. То есть расчет производится в блоке ZOOP, то есть зарплаты управления персоналом, а в ERP переносится только итоговые сведения, итоговые начисления самой заработной платы и налогов. Обычно такую систему применяют крупные предприятия, где много работников, то есть где нецелесообразно переносить эту информацию. То есть если мы ведем к ERP, то мы флажок здесь ставим. Если мы ведем выгрузку из внешней программы, то, соответственно, не ставим. И еще одна тонкость, то есть есть у нас раздел отчетность и настройка заполнения бухгалтерской финансовой отчетности. То есть в нашем случае здесь может быть два варианта, то есть она настраивается и не настраивается. Ситуация, когда не настраивается, заполнена по умолчанию. Но если вы хотите настроить возможность формирования, ну, например, вы являетесь резидентом ОС или у вас есть еще какие-то индивидуальные особенности, то вы можете здесь добавить, присоздать строку и, соответственно, в этом случае вы можете выбирать, что это у вас настраиваемое. Сейчас мы это закроем. Так, закрыли. Нет, мы не будем сохранять изменения. И теперь, значит, вот, наконец-таки мы добрались до настроек, которые потребуются однозначно изменить, если вы слетели с упрощенки. То есть это у нас настройки учета налога на прибыль и настройки учета НДС. Соответственно, в этом случае, опять же, по ссылке мы переходим в этот раздел, устанавливаем новые показания. Если, например, вы являетесь IT-предприятием, которое получило определенные льготы, то есть вот здесь вы изменяете ставки и ставите нулевую. Если вы являетесь организацией, которая занимается добычей углеводородного сырья, то, соответственно, здесь у вас останется только федеральный бюджет, а регионального уже не будет. Ну, то есть в зависимости от ваших реалий вы заполняете сведения, которые здесь перечислены. Это касается учета амортизации. Ну, чаще всего линейный, он по умолчанию устанавливается. Ну, вдруг вы экстремалы, и у вас нелинейный способ. Ну, и, соответственно, по учету курсовых разниц тоже определяетесь. Если у вас учет курсовых разниц не отличается от бухгалтерского, то вы совпадаете с общей. Ставьте вот здесь флажок. И самый, так сказать, трудоемкий, ну, не то что трудоемкий, а раздел, который требует большего обсуждения и просчета последствий, это учет НДС. Ну, соответственно, вы, если переходите на общий режим, то вы можете иметь льготы по освобождению от уплаты НДС, то есть, например, по 149 статье, или у вас услуги, которые не попадают под налогообложение, или пооборот, ну, то есть в ваших реалиях. Занимаетесь ли вы работами не на территории РФ, но, к сожалению, в связи с санкциями, но сейчас почти никто не имеет такой возможности. Ну, и, соответственно, вот то, что касается учета НДС, здесь полностью все перечислено. После того, как мы заполнили учетную политику, сформировали уведомления в налоговую инспекцию и как бы все вздохнули с облегчением, мы должны учесть еще несколько спорных моментов, которые возникают при переходе со спецрежимов на общий. Итак, на что обращаем внимание? Переходим снова к нашим слайдикам и смотрим. Например, ситуация, когда вы были на упрощенке, продали товары, но оплата за них еще не поступила. То есть, соответственно, поскольку у нас при упрощенке был метод FIFA, то есть кассовый метод, оплата поступила позже уже в период применения общего режима, когда у нас идет метод начисления, в этом случае у нас возникает вопрос, как мы должны учитывать эти средства, потому что при кассовом методе мы реализацию для налога на прибыль не учитываем, мы учитываем только поступление денежных средств. Денежных средств у нас не было, поэтому по упрощенке в базу для налогообложения эта сумма не попала. А при методе начисления у нас начисление задолженности делается по документу реализации, а не по документу денежной оплаты. И, соответственно, у нас в этот период тоже не попадает начисление этой ситуации. Вот здесь, в такой ситуации, согласно налоговому кодексу, НДС не рассчитывается, и полученную оплату мы не включаем в базу по этому налогу, поскольку непосредственно в момент реализации фирма не была плательщиком НДС. Это касается именно НДС, обратите внимание, то есть не налога на прибыль. Регулирует такое положение у нас письмо Минфина, то есть, к сожалению, не налоговый кодекс, а ведомственная переписка, но тем не менее. Или ситуация совершенно противоположная, когда мы получили аванс от покупателя, когда находились на упрощенке, а документ реализации был оформлен после того, как мы уже с нее слетели. В этом случае у нас возникает документ реализации, по которому при методе начисления мы должны оформить НДС, но деньги за этот товар у нас уже вошли в предыдущий период. Вот в этом случае у предприятия возникает обязанность по расчету НДС и, естественно, по уплате его в бюджет. Ну, соответственно, в этом случае у нас должно соблюдаться правило оформления счетов фактур или упрощенных передаточных документов, ну, то есть правильного оформления по работе с документами по НДС. Вторая ситуация вроде кажется не совсем справедливой. На самом деле она, несправедливость, так сказать, теряется, если и авансы, отгрузка были рассчитаны в одном периоде. А если рассчитывать НДС с аванса, который мы получили, когда применяли упрощенку, то вот НДС с аванс рассчитывать не нужно. Еще одна ситуация, когда, например, предприятие использовало упрощенку и покупало какие-либо ТМЦ, но реализовать или передать их в производство не успело и потеряло право на упрощенку, то в этом случае при наличии всех документов, то есть счетов фактуры или УПД, вы можете принять НДС, если он там был выделен. Соответственно, при этом, включив его в книгу покупок, ну, то есть в этом счете, в этом случае у вас имеется право принять НДС, но при соблюдении вот правил, которые вы видите ниже, это обычные правила по расчету НДС и по отражению его в отчетности в книге покупок и в книге продаж. Еще одна достаточно неоднозначная ситуация возникает, если вы, например, отгрузили товары, но отгрузили уже после смены налогового режима, а перед этим все документы согласования, то есть договор, прайс и все такое были согласованы без выделения НДС, то есть цена была указана без выделения НДС. В этом случае у вас возникнет проблема, кто должен заплатить этот НДС. То есть если вы все оставляете как есть, то есть оставляете цену, которая была согласована без учета НДС и выделяете в этой сумме НДС, то фактически вы оплачиваете его за свой счет. Можно, конечно, попытаться и попытаться попереписываться с поставщиком, что типа с покупателем, что, например, в связи с неблагоприятным финшоем, вот так у нас получилось, и давайте мы к цене добавим НДС, если поставщик на это соглашается, то тогда проблем нет, и НДС оплачивает он. Ну, чаще всего наши партнеры все адекватные люди против увеличения цены на 20% будут возражать. В этом случае, естественно, вам придется его платить за свой счет. И еще одна ситуация, которая чаще всего вызывает проблемы, это если у нас было при переходе, мы приобретали какие-то основные средства, приобрели и вдруг вывалились на общую систему. Можем ли мы в этом случае взять к вычету НДС по такому основному средству? Ну, здесь у нас, опять же, два варианта. Варианты вы видите на экране. Мы, к сожалению, уже немножко перебрали по времени, поэтому я не успею вам подробно остановиться на этом моменте. Но есть еще одна тонкость. Если пришлось перейти на общий режим не в начале квартала, а, например, в середине или в конце по каким-то основаниям, то в этом случае обращаю внимание на то, что НДС вы обязаны пересчитать с самого начала квартала, в котором произошел слет. То есть, соответственно, и реализацию, и все остальные транзакции необходимо пересмотреть на предмет начисления НДС. Здесь возникает коллизия, поскольку, по мнению налоговиков, счета фактуры должны выставляться в течение пяти дней после произведения, допустим, реализации. Но если мы переходим задним числом, то есть, например, сейчас у нас декабрь, выяснилось, что слетели мы с упрощенки в ноябре, то есть, соответственно, мы должны пересчитать, начиная с начала квартала, то есть с октября. И поэтому пятидневный срок выставления счета фактуры нарушается. То есть это уже никак не будет пять дней и так далее. Но, соответственно, тоже арбитражной практики достаточно много, где написано, что если документы по оформлению НДС оформлены правильно, в соответствии со всеми требованиями, есть счет фактуры, то запрет на выставление счетов фактур в такой ситуации не существует. И, соответственно, есть постановление арбитражных судов, вы видите, здесь есть ссылочка на такие постановления. То есть налоговики не имеют права не принять такие документы. Поэтому, в общем-то, при переходе нужно уделить особое внимание именно вопросу с НДС, потому что здесь больше всего возникает вот таких подводных камней. Ну и есть еще небольшое уточнение, как при переходе с упрощенки на общую должны измениться признания доходов и расходов. То есть если у нас по упрощенке осталась какая-то неполученная выручка, то в этом случае при поступлении таких доходов мы должны учесть их в первом месте применения общей системы. Ссылку на документ вы видите вот на экране. И в этом случае неоплаченная задолженность по каким-то услугам, например, зарплата, страховые износы, точно так же должны быть отражены. Авансы, которые упрощенец получал в период применения упрощенки, включают в налогооблагаемую базу по единому налогу. То есть, соответственно, мы доходы учитываем в том периоде, когда мы применяли упрощенку. И, соответственно, расходы, которые у нас были связаны с такой отгрузкой, уменьшат базу по налогу на прибыль. Ну, в отношении дебиторской задолженности, которая, например, перешла в разряд сомнительный, возвращение денег, по которой невозможно, то, соответственно, к расходам ее отнести уже можно будет на общем режиме. И вы неправильно сказала, извините. То такую дебиторку нельзя принять в уменьшение налогов. И, соответственно, ссылку на письмо вы видите вот на экране. На этом наша встреча подошла к концу. Я хочу снова вернуться в начало нашего вебинара и вернуться к нашей заставочке. И хочу напомнить, что вы можете воспользоваться указанными контактами, задать какие-то вопросы. Ну и вообще мы будем очень рады оказаться вам полезными в любой ситуации, которая связана с программными обеспечениями 1С и семейства 1С. Так что милости просим, обращайтесь, будем очень рады. На этом компания «Кодерлайн» благодарит вас, благодарит за уделенное время, за проявленное внимание. Будем рады дальнейшему сотрудничеству. Всего вам хорошего. До свидания. Хорошего дня всем присутствующим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова